Доброе утро, дорогие друзья! Сейчас всё ещё существуют люди, которые считают, что молочная продукция, которую они покупают в магазинах, принесёт им здоровье, принесёт им пользу, а то, даже каким образом добывается эта молочная продукция, эти люди даже не представляют, не считают себя вегетарианцами и здоровыми людьми. Но давайте посмотрим, каким образом добываются молочные продукции. Мне понравился комментарий одной женщины, и я его сейчас хочу зачитать. Главное, каким способом было добыто молоко, которое люди употребляют. Если оно было взято через насилие, жестокость, то оно не только не излечит какие-то болезни, но и ухудшит судьбу потребителя такого молока, не меньше, чем мясоеда. В современном мире большинство молочной продукции изготавливается очень жестоким путём. Я бы сказала сейчас, вся молочная продукция, которая в магазинах, она изготавливается очень жестоким путём. Издевательством над коровами, забиранием их телят на убой. Самих коров бьют и травят химикатами для повышения удоя. Насильно оплодотворяют, и когда они истощаются и болеют, в результате такого человеческого обращения их отправляют на убой. Молоко и продукты на его основе принесут пользу только тогда, когда к корове относятся с почтением и уважением. Не применяют над ней насилие и не отбирают у неё телят. Так что прежде чем покупать молоко и его продукцию, убедитесь, каким образом оно было получено. Сейчас вся мясо-молочная продукция – это смерть для вас, господа, товарищи. Если вы выбираете смерть, пожалуйста, короткую жизнь и страдания. Поэтому только если вы знаете фермера, если вы знаете, в каких условиях содержится корова, если желательно, чтобы это была ваша собственная корова. Поэтому потреблять молоко могут действительно единицы, 0,1%. Остальным всем, если хотите хоть как-то выжить в этом современном, полном, на самом деле, не очень добрых вещей мире, пожалуйста, пора завязывать, как с алкоголем. А отвяз от сыромолочной продукции – это очень тяжело, потому что они туда добавляют кое-какие вещицы, от которых сложно слететь, это как наркота. Да вообще сейчас вся пища делается как наркотик, то есть чтобы человек специально постоянно ее потреблял и тратил свои деньги, естественно. То есть везде добавляются вещества, которые вызывают у человека привязанность. Мало того, что на физическом уровне, так еще и на тонком. Чтобы отвязаться на тонком, нужно изучать духовное описание, нужно изучать, как с помощью каких приемов можно отказаться от этой наркоты, которая называется современное питание. Современное питание, кроме как наркота, называть невозможно. А наркота что делает? Убивает.